Заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений началось с подписания соглашения о программе на ближайшие три года. В этом документе отражены рекомендации о том, как организовывать рабочий процесс, какие выплаты осуществлять, как соблюдать охрану труда. Впереди нас ждет большая, важная, непростая работа для того, чтобы каждый житель города Самары почувствовал заботу, внимание со стороны и работодателей, и властей, и, конечно, профессиональных союзов. Для того, чтобы условия были, работы безопасные, будем прикладывать к этому максимум усилий. Выполнение этих рекомендаций и установок и будет контролировать трехсторонняя комиссия, которая заседает раз в три месяца под руководством главы города Елены Лапушкиной, чтобы обсуждать спорные ситуации и помогать работодателям и трудящимся в решении разнообразных задач. План работы комиссии на 2024 год включает в себя вопросы, касающиеся условия реализации трехстороннего соглашения, а также его влияние на социально-трудовые и связанные с ними экономические отношения. Одним из важнейших вопросов стала тема здоровья трудящихся. Главный врач Самарского центра медицинской профилактики попросил напомнить работодателям о важности предоставления корпоративных программ охраны труда. Специалисты, получив такие программы, помогут организациям правильно выстроить работу по созданию безопасных рабочих мест на производствах. Я бы просил посодействовать администрацию, возможно, отдела охраны труда, с которым мы, в принципе, взаимодействуем. Мы стараемся информировать работодателей для того, чтобы все-таки мы в 2024 году эту ситуацию поправили. Корпоративные программы охраны труда не требуют финансовых затрат. Также участники заседания обсудили возможность прохождения диспансеризации на рабочих местах. Такое медицинское обследование можно проводить с минимальным отрывом от производства, а рабочие получат возможность как можно раньше узнать о состоянии здоровья и позаботиться о нем. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.